Всем привет! В сегодняшнем видео хотел бы рассказать, как узнать, какая версия iOS стоит на айфоне либо айпаде при покупке до распаковки айфона либо, соответственно, айпада. Для чего вообще нужно знать, какая версия стоит на айфоне либо айпаде еще до покупки? В первую очередь, это нужно знать для тех, кто пользуется джелбрейком, поскольку для того, чтобы установить джелбрейк, нужно иметь определенную версию iOS. Например, на данный момент, чтобы установить джелбрейк без всяких проблем, на айфоне должна быть установлена версия iOS до 14.3. Если у вас будет версия iOS 14.4.2 или 14.4.1, то вы не сможете, например, установить джелбрейк на iPhone 12, 11 и XS. Поэтому некоторые узнают, какая версия iOS стоит на устройстве и покупают устройство только с определенными версиями iOS. В этом видео как раз сейчас расскажу подробнее, как узнать версию, которая установлена на айфоне еще до распаковки айфона. Показывать, как узнать версию iOS я буду на примере своего айфона. Я помню, какая версия на нем стояла, когда я его только что распаковал. Ну и, соответственно, мы будем точно знать, правильный этот способ или нет. Также, чтобы подтвердить достоверность этого способа, я возьму и второй айфон и проверю также, какая версия на нем установлена и какая версия покажется по моему способу. Итак, как вы уже поняли, что перед покупкой вам обязательно нужно физически держать в руках ту самую коробку того устройства, которого вы хотите купить. Если вы покупаете через какой-то интернет-магазин, то в таком случае вам этот способ не подойдет. Но если же вы можете приехать в магазин, например, там в M-Video, Eldorado или другие магазины, которые позволяют поддержать телефон перед покупкой, то этот способ вам подойдет. И после того, как вы получите эту коробку, вы можете посмотреть серийный номер устройства, который находится сзади. Так и называется Serial Number. Состоит он из 12 символов, цифр и букв. Запишите этот номер себе, либо же сразу же зайдите в магазине на сайт, который я оставлю в описании. Ну и давайте сразу же переместимся на этот сайт, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Итак, сайт называется sndip.info. Здесь все просто, в самом же первом окне, где написано e-mail or serial number, вводим серийный номер. Обязательно нужно вводить серийный номер, не e-mail телефона. Нажимаем show info. Так, видим, что сервис определил наш iPhone. В моем случае это iPhone 12 на 128 гигабайт. Ниже пролистаем, видим модель устройства, фабрику, на которой был произведен этот iPhone. Телефон год производства, неделя и сколько месяцев, либо лет устройству. В моем случае телефон был произведен в 2020 году с 02.11 по 08.11, то есть со 2 по 8 ноября. Запомним вот эти цифры. Далее перейдем на следующий сайт, который также я оставлю в описании. На нем мы найдем таблицу с версиями iOS и с датами выхода и датами окончания подписи конкретной прошивки. Напомню, что у меня в моем примере iPhone выпускался со 2 по 8 ноября. Соответственно, мы будем смотреть, какие версии iOS выходили в это время. Итак, по 8 ноября выходила версия 14.1. Вот видим, что окончание подписки было 12 ноября. То есть теоретически 14.1 могла быть установлена в период производства моего iPhone. Дальше у нас идет 14.2 версия. Она вышла 5 ноября и перестала подписываться 8 января. Эта версия также нам подходит. Следующая версия 14.2, она уже с другим номером сборки. Она выходила 18 ноября, а это уже позже той даты, когда был произведен мой iPhone. Соответственно, эта версия 14.2 нам не подходит. Но, в принципе, это и не важно. Соответственно, остается, что в момент производства iPhone выходила версия 14.1 и 14.2. Более точно мы узнать, какая версия установлена на iPhone, не открывая коробку, мы не можем. Но, тем не менее, для того, чтобы понять, подходит ли нам этот iPhone для установки jailbreak, нам будет этого достаточно. На самом деле, если посмотреть мое видео с распаковкой iPhone 12, там видно, что при распаковке iPhone на нем была установлена версия 14.1. Соответственно, мы практически угадали версию iOS. Ну и давайте для примера, как я уже ранее говорил, попробуем посмотреть серийный номер второго iPhone. Это будет iPhone 12 mini. Также введу на сайте sndip.info его серийный номер. Видим, что это iPhone 12 mini. Все верно. Видим фабрику, на которой он произвелся. Год производства 2020. Неделя выпуска 30 ноября по 6 декабря. То есть он выпускался в 2020 году, а в 2020 году у нас также выходили версии iOS 14.0, 14.01 и вплоть до 14.3. Первая версия в 2021 году вышла 14.4. То есть, соответственно, можно быть уверенным, что на этом iPhone 12 mini стоит подходящая нам версия для jailbreak. Но, тем не менее, давайте поподробнее все равно рассмотрим этот пример. Еще раз напомню, 30 ноября по 6 декабря. Смотрим, какая версия iOS выходила именно в этот период. В этот период у нас была активна 14.2. Обе сборки 14.2.1. Она была активна до 8 января. И все, 14.3 уже на момент производства iPhone 12 mini из этого примера. Она еще тогда не вышла. Так получается, 14.3 нам не подходит, поскольку она вышла 14 декабря. А iPhone у меня был произведен до 6 декабря. Значит, 14.3 мы отсекаем. Следующий, 16 ноября по 7 января. Этот вариант нам подходит. Дальше смотрим, 18 ноября по 8 ноября также нам подходит. Следующий 14.2 также нам подходит. Ну, что, в принципе, они одинаковы с предыдущей версией, только разные номера сборки. 14.1 нам не подходит, поскольку она перестала выпускаться 12 ноября, а наш iPhone был выпущен с 30 ноября. Таким образом, у нас, опять же, образовалось две вероятных версии iOS. Это 14.2 и 14.2.1. Обе версии спокойно взламываются. На них можно установить Jailbreak от Uncover. Поэтому какая конкретно из этих версий уже не важно. Если посмотреть распаковку видео iPhone 12 mini, то можно увидеть, что на нем стояла версия 14.2.1. Соответственно, этот способ, который я показал в этом видео, точен до двух версий. На нем могла стоять, как я говорил, версия либо 14.2, либо 14.2.1. Но вот на нем именно стояла 14.2.1. Если вы узнаете какие-то другие способы, как узнать, какая стоит версия на iPhone или iPad, пишите о них обязательно в комментариях. Если это видео вам было полезно, оцените его, поделитесь с друзьями. Не забудьте подписаться на канал. И на этом все. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok